Девушки отдыхают Лиз, только я тебя прошу, не надо мне говорить, что ты вернулась посмотреть на меня и сейчас сразу улетаешь, что у тебя там через час самолет. Я не переживу, Лиз. Я вернулась, но уже пожалела об этом. Почему? Ну что я такого сделал, Лиз? А вчера застокала у тебя девушку в халате. Ну и что? Ничего. У тебя своя жизнь, а у меня своя. Лизочка, подожди, подожди. Ну, это же ничего не значит. Вон, ворона, иди сюда. Нашлись! Ну, объясни, пожалуйста, Лизе, почему ты была у меня дома? Объясни. Потому что у меня дома семейные проблемы, а Чиж единственный человек, к которому я могу пойти. Вот. У нас разные клетки с ворон. Лиз, поверь, я последний человек, к которому можно ревновать Чижова. А кто первый? Так, давай, птичка, лети на урок, а то тебе крылышки за опоздание подрежутся. Давай, давай, давай. Лиза, нету такой девушки, к которой можно было бы мне ревновать, понимаешь? Ну, нету, не придумали, не существует такой. Ну, что, пойдём? Угу. Смотрите, это я сфоткала сегодня утром. Выходят из подъезда Воронины. Борман и она вдвоём. А что ты утром делала у подъезда Воронины? Да я живу там рядом. В общем, Жан, каждый день я заметила, что без пятнадцати девять они выходят из дома. И идут вместе. И уже не в первый раз. А что Борман делает утром у подъезда Ворониной? Санечка, ты ещё мала, чтобы знать, что он там делает. Ох, Воронина, молодец. Да. Страшна, как крокодил, а Бормана всё-таки охмурила. Ну, понятно, почему он ей все грехи отпускает. Конечно, понятно, Жан. Но это так отвратительно. И же нет восемнадцати. Раннее созревание? С кем не бывает? Так вы что, уверены, что она с Борманом? Да тебе что, только дошло, что ли? Надо, наверное, рассказать Зою Захаровне. Она в курсе, ей фотографии показала. Привет. Привет. Как дела у Бориса Максимовича? Какие дела? Ты о чём? Да я о нашем, о девичьем. Я горжусь тобой, Воронина. Женщина должна уметь пользоваться тем, что она женщина. Ты чё несёшь Генелева? Да я серьёзно. В нашем мире по-другому не прожить. Правда, девочки? А чё вам надо-то, а? А чё ты не унимаешься, Воронина? Чё ты не унимаешься? Ты учти, ты с твоими шашнями с директором в два счёта из школы вылетишь. Мы вот тут думали, что ты кулаками направо и налево машешь, а директор как будто бы ничего и не замечает. Видимо, хорошо ты радуешь нашего директора во внеурочное время. Шлюха ты, Воронина. Чё ты сказала? Давай, давай, врежь меня, он всё равно тебя отмажет. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, тихо. Курица долбаная. Куда? Стой, Воронина, ты куда? Тихо, тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где Воронина? А она как всегда опаздывает, Джорджа Харни. Ей же всё можно, её кто надо защитит. Извините, Зоя Захаровна, я задержалась. Иди к доске. А вопрос повторите, пожалуйста. Меня же не было, я не слышала, что вы спросили. Ты же задержалась. Другие почему-то пришли вовремя. А ты задержалась. И так спокойно об этом говоришь. Садись. Два. Почему два? Я же не успела ничего ответить ещё. Вот именно. Ты ничего не успела ответить. Потому что ты не знала, что отвечать. Значит, ты не готова была к уроку сегодня. Поэтому тебе два. Сядь на место. Ну, Зоя Захаровна, мало ли в какой причине Катя опоздала. Игнатьев, можно я сама разберусь? Хорошо? Воронина, быстро села на место. Нет, не сяду. Повторите, пожалуйста, вопрос. Я вопрос задавала на прошлом уроке на дом. Села. Зоя Захаровна, давайте я отвечу. Я готова рассказать про генетику. Да, Сонечка. Расскажи нам, пожалуйста. Тебе же надо учить уроки. Тебя же некому защищать. А тебя, если готовиться не будут вообще из школы выкинуты. Генетика – это наука, которая изучает наследственность и изменчивость организмов. Основы генетики были заложены Менделем в девятнадцатом веке. Я бы и дальше рассказала, Зоя Захаровна, да не буду. Двойку вы мне все равно уже поставили. Что же я буду париться? Так, Воронина, если ты сейчас уйдешь из класса, учти, никакие отношения с директором тебя не спасут. Понятно? Зоя Захаровна, вы не переживайте. Вы только что после больницы, и вам нельзя волноваться. Мало ли дур на свете, правда? А зло рано или поздно бывает наказано. Ладно. Так, ну, заходи, Лизочка. Заходи. Обещаю больше не спрашивать у тебя, когда самолет. Садись. Самолета не будет. Я вернулась. И, пожалуйста, не задавай мне больше никаких вопросов. Я как только соберусь духом, сама тебе все расскажу. А, ну, хорошо, конечно. Тогда, пока вы там, ну, с духом со своим собираетесь, можно телевизор посмотреть, а? А как твое реальти-шоу? Реальти-шоу, хорошо. Мои герои вот живут и влюбляются, растут, значит, понимаешь? Растут герои мои. Ну, вот, что-то моей главной героини совсем хреновое. Да, это, вот видишь, ворона, у нее такая трудная ситуация. Все, понимаешь, думают одно про нее, а там, на самом деле, совсем другое. Ну, ролька директорской дочки, знаешь, непростая. Вот я бы не справился. Да, тебе бы точно не подошла роль директорской дочки. Ну, да. А роль твоего мужа мне бы подошла? Понял, молчу. Заботен. Заботен. Заботен, а нас заботится. Что такое? А что мне теперь делать-то? Подожди. У тебя сейчас же урок. Ты же, у тебя биология. Биология. Мы там генетику проходим. Основу наследственности. Во мне, как-то, знаете, гены заиграли. И решил прийти посоветоваться. Что мне делать-то? Катенька, я тебе, я тебе все что угодно, я посоветую. Ты мне просто объясни, что случилось-то. Если это по поводу Игнатьева. Нет, это не по поводу Игнатьева. Это по поводу Зои Захаровны Муфи. А что еще у нас Зои Захаровны? Зои Захаровны считают, что... У нас с вами отношения. Какие отношения? И весь класс тоже так считает. Не, Лиз, ну ты посмотри. Эта Катя еще две недели назад не знала, что Борман ее отец. И думала, что он ее клеит. И теперь что получается? Это значит, ей можно, а остальным нельзя? Вот она, женская логика. В этой ситуации, я думаю, у нас с тобой нет другого пути, как просто пойти. И честно всем сказать правду. Сказать всем, что я директорская дочка? Ну да. Только попробуйте кому-нибудь сказать. Хорошо, Катя, я не буду говорить. Ты правильно. Я считаю, ты должна пойти и сказать это сама. Тебе же будет легче жить. Надо было 17 лет назад думать, как сделать так, чтобы мне было легче жить. Кать, ну это не разговор. Ну, послушай, мы с тобой уже... Знаете, Борис Максимович, лучше под поезд, чем сказать всем, что я директорская дочь. Ну почему? Да потому что все будут подлизываться, чтобы вам угодить. Я ненавижу лицемерие. Зоя Захаровна, ну вы только не нервничайте, хорошо? Хотите, мы поговорим с директором вместо вас? Ой, девочки, это все это бесполезно. Все это бесполезно. Он все равно выкрутится. И все останется как прежде. Вот с первого дня, как только Воронина появилась у нас в школе, я заметила, что он ее все время защищает. Ну, значит, пора обратиться в вышестоящие инстанции. Правильно. Правильно. Я напишу сегодня Ворону. Так, и вы, девочки, да, со своей стороны. Напишите и изложите факты. Зоя Захаровна, ну может все не так, как нам кажется. Ну поставили двойку и хватит. Соня, ты что несешь, а? Зоя Захаровна, не слушайте ее. Она у нас постоянно во всем сомневается. Нет, 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 я решила. Я решила покончить с беспределом в нашей школе. Зоя Захаровна, вас Борис Максимович вызывает. Передайте, пожалуйста, Борису Максимовичу, что до выяснения обстоятельств одного дела я его приказы выполнять не буду. Так пусть лучше кошку пойдет, чем ты. Успокойся, тихо. Я, да, подожди. Куда? Зай, я это не тебе, подожди. Куда ты идешь? Зай, я не тебе, подожди. Я, я перезвоню. Соня, куда? Я в этой школе больше не учусь. Так, от директора приказ еще не приходил о твоем отчислении, так что давай куртку иди. Отдай. Так, я повторяю еще раз. Куртку сюда иди на урок. Да слушай. Тихо, тихо, тихо. Зачем же избивать нашу доблестную охрану? Еще работать нужно. Тихо, тихо, тихо. Пойдем, 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 пойдем. А ты работай, молодец. Зоя Захаровна, а случай указывается по скребшим, когда Катя ему нос разбила? Ну, конечно, обязательно. Так, Зоя Захаровна, почему вы отказались прийти? Девочки, выйдите. Так, Борис Максимович, вы слишком много на себя берете. Девочки, я попросил, нам надо поговорить с Зоей Захарной. Вы не будете со мной разговаривать. Вы будете разговаривать с вышестоящим начальством. Девочки! Не надо делать из меня дубу, Борис Максимович, понятно? Потому что я это дело доведу до конца. Какое дело, Зоя Захаровна? Какое дело? О чем вы говорите? Я говорю правду, Борис Максимович. Понятно? Правду. Вы думаете, что она не всплывет? Вы глубоко заблуждаетесь. Вот. Пожалуйста. Эти бумаги будут завтра лежать в соответствующих инстанциях. Березкина, поможешь мне собрать вещи? Какие вещи, Борис Максимович? Все? Борис Максимович, а что происходит? Понимаешь, я считаю, что правильнее, правильнее уйти по собственному желанию, чем ждать, пока тебя выгонят с позором. Вот так. А про какой позор вы говорите, Борис Максимович? Я говорю про мою дочь. Которая мне вроде как не дочь. А поскольку меня видели ночующим у моей вроде как не дочери, то сама делай выводы. Так вот. Так, Борис Максимович, наверное, надо признаться всем, что она ваша дочь. Как это я сам не додумался? Все было бы очень просто. Но дело в том, что она просила меня никогда, никому в школе не говорить, что я ее отец. Борис Максимович, а с каких это пор у нас яйца курицу учат, а? Ну, что ты делаешь? Не могу я, понимаешь? Не могу я нарушить свое слово. Я потеряю дочь. А иначе вы потеряете директорское кресло. Что делать? В конце газов хотя бы раз в жизни. Приходится выбирать. Борис Максимович, дорабатываем до конца дня, а потом решаем, что делать дальше. Телефон свой. Ответь, пожалуйста. Да. Ответь. Ответь, пожалуйста. Я никуда не убегу. Хорошо, хорошо. Алло. Алло. Моя дочь не объявлялась? Алло. Алло, вас не слышно практически? Я перезвоню вам, когда буду в зоне действия сети. Кто это? Это мать твоя. Я еще не готов ей отдать тебя. Я еще не готов с ней разговаривать. Давай же. Давай. Вздох. Слушай, Кирюх, ты бы поговорил с Ворониной, а? Я с чем? Ну, вы раньше с ней ладили, а? Поговори с ней. О чем я с ней говорю? Ты что, не урубаешься? Да есть, что с ней происходит? Даже мою толстую кожу проняло. Учителям хамит. С охраной дерется. Из школы уходить хочет. Слушай, может, Борман реально того, а? Ну, ладно, я попробую. Катька, если ты бунтуешь, чтобы привлечь все мое внимание, то это плохой способ. Дурак ты, Игнатьев. Ну, что ты? Давай станешь пари девочкой, в кино сходим. Ну, по-дружески, конечно. Иди к черту, понял? Давай ты объясни, что происходит. Нет, не объясню. Мне тут Мигель сказал, что тебе Борман пристает. Если это правда, то, может, помощь какая-то нужна? Я недостаточно громко послала тебя к черту. Давай кидай, твоя очередь. Значит, это правда? Воронина? Ты в порядке? Сумасшедший, а? Ребята, Воронину нужно изолировать. Если мы, конечно, не хотим остаться с коллегами. Давай документы, Березкина. Ты хотела сказать, дай, пожалуйста? Да, я хотела сказать, дай, пожалуйста, мои документы, Березкина. Хорошо подумала? Да нечего тут думать. Задолбали уже. Понятно. Жалко, конечно. Я желаю, чтобы у тебя в новой школе все было хорошо. Чтобы тебе было спокойно и уютно. У нас же тоже все меняется здесь. Неизвестно, какие правила везет новый директор. Подожди, какой еще директор? Ну, как какой? Борис Максимович же увольняется. Почему? Ну, вот, потому что у него роман с ученицей, а Зоя Захаровна это не потерпит. Я тоже увольняюсь, я решила. Все, на, держи документы. Нет, погоди, Березкина. Я потом зайду. Катя, только давай быстро, мне надо вещи собирать. Вот, молодец, Ленка, молодец. Да. Ну, че, видал мои психологические изощрения? Лен, ты молодец, вот честно тебе скажу. Я уверена, что дочка папу из школы не отпустит. Да, давай, пока. Видишь, как вот она спасла директорское кресло Борису Максимовичу. И думаешь, не прибавить зарплату? Нет, если бы. Она же и мне помогает частенько двигать линии моего реалити-сюжета, понимаешь? Ну, ты-то уж точно поделишься с ней своими миллионами. Нет, Лизочка, у меня на мои миллионы другие планы. Какие? Покупаю остров в Тихом океане. На сдачу беру шалаш. Вожу тебя туда и никогда не отпускаю. Умрешь со скуки-то на острове. Умрем вместе, Лиз. Зоя Захаровна, эта сумасшедшая чуть не изувечила Игнатьева сейчас на физкультуре. Я знаете, что думаю, Зоя Захаровна? Давайте я прямо сейчас отвезу эти документы, куда там надо в РАНО, в СИЗО, я сделаю. Успокойся, Воскорица, успокойся. Я уже позвонила в РАНО, и меня ждет инспектор с нашими делами. Ну и прекрасно. Так, Воронина, если ты сейчас что-нибудь выкинешь, я позвоню охраннику. Я не собираюсь ничего выкидывать. Мне нужно с вами поговорить. Наедине. Не волнуйтесь, Зоя Захаровна. Мы вас в обиду не дадим. Зоя Захаровна, это очень важно. Ладно, хорошо. Девочки, идите. Надеюсь, Воронина не будет меня убивать. Идите, идите. Не волнуйтесь, идите. Я хочу прощения у вас попросить, Зоя Захаровна. Так, это я уже проходила. Я это уже слышала. Грош цена твоим словам. Но дело не только в тебе, а еще и в развратном поведении директора школы Бориса Максимовича. Борис Максимович мой отец. Что? И я очень хочу, чтобы это осталось между нами. Воронина, прекращай врать. Сколько можно уже врать? Я как раз собиралась звонить твоей матери, чтобы она прекратила этот беспредел. Они познакомились с мамой 17 лет назад. И все это время он не знал, что у него есть я. А я не знала, что у меня есть он. И если вы сделаете попытку меня понять, я буду вам очень благодарна. Я не хочу быть директорской дочкой. Но раз уж так вышло... Борис Максимович, я вас ждала. Где милиция с автоматами? Вы что, не собираетесь меня сегодня забирать? Борис Максимович, извините, я не знала всех обстоятельств, понимаете? Я не знала, что Воронина ваша дочь. А она вам сама сказала? Да. Понимаете, теперь как раз все встало на свои места. Борис Максимович, я хотел вам еще сказать, что успеваемость, Катя, хромает. Понимаете? Да, я понимаю. И вы должны, как отец, теперь помогать ей. Обратить внимание, как она одевается, как она ведет себя на уроках. Я обращаюсь за хром. И еще, какая помощь понадобится, да, Борис Максимович, пожалуйста, обращайтесь. Мы можем вместе с вами, да, помочь ей, чтобы девочка не осталась без воспитания, без, понимаете, назидания, без всех. Да, я понимаю. Вот чем богаты, тем и рады, Лиска. Вот чаек нам. Ну что с тобой, Лис, а? Лис, ты дрожишься, ты чуть не плачешь. Лис, что случилось? Скажи, пожалуйста. Мне нужно сказать тебе что-то важное. Ну давай. Или подожди, или, может быть, если ты не готова, то тогда не надо. Я беременна.